Привет, привет, дорогие подписчики и всем, кто смотрит мое видео. В этом видео я отвечу на очень распространенные вопросы, связанные с тавлением или с разряжением бензобака. Почему при снятии крышки из бака выходит воздух, пшикает или наоборот всасывает воздух? Как с этим бороться? В один из моих видео я объяснил, что такое система Адсорбера, для чего она в современных автомобилях устанавливается и как бороться с ошибками этой системы. Ссылку на это интересное видео оставлю ниже в описании. Давайте повторим эксперимент. В пластиковую бутылку заливаем бензин, закрутим пробку и поставим на солнце. Через некоторое время бутылка раздуется, разбухнет и если мы открутим крышку, пары бензина вернутся на улице. То же самое произойдет, если бутылку встряхнем. Из-за разности температур или из-за встряхивания внутри бутылки образуется пары бензина и вот поэтому и оно раздувается. Так как борцы за экологию считают эти пары вредными, в 90-х годах автопроизводители стали устанавливать на автомобилях систему Адсорбера, чтобы пары бензина не попадали в атмосферу. Пары бензина, которые появляются в бензобаке из-за разницы температур или из-за того, что бензин при езде в баке болтается, с помощью системы Адсорбера отводятся в двигатель и отожигаются в цилиндрах, в камере сгорания, чтобы они в свободном виде не попадались на улице. Вот и тут кроется главный ответ на вопрос, почему при открытии крышки бензобака выходит, вырывается воздух, вернее пары бензина. Эти пары через систему Адсорбера должны попасть в двигатель и в камере сгорания и отожигаться там, но раз пары не отводятся и не попадают в камеры сгорания и накапливаются в бензобаке, потому и выходят на улице при открытии крышки. Из-за этого исследуют, что неисправно работает система Адсорбера и причину нужно искать именно там. Вот почему избиточное давление в бензобаке. Какие причины неисправности может пить? Один из возможных главных причин это неисправность клапана Адсорбера. Единственная функция и назначение клапана Адсорбера, когда двигатель заведена, открыть путь к парам бензина в камеру сгорания, чтобы они там отожигались. А когда двигатель заглушен, этот клапан закрывает путь к парам бензина и эти самые пары скапливаются в специальном бачке, где они адсорбируются, скапливаются до того момента, пока мы снова не заведем двигатель. Вот так. Кто понял, идем дальше. А кто не понял, перемотайте видео назад и послушайте заново. Как проверить клапан Адсорбера я объяснил один из моих видео. И кому интересно, ссылка будет ниже в описании этого видео. Или ссылка появится вот тут, наверху. И жмите для посмотра. Так, проверил клапан Адсорбера, который, как правило, установлен под капотом, по близости пушкного коллектора. И, допустим, она исправна. Куда еще искать причину? Вырывание воздуха из бензобака при открытии крышки. Ответ простой. Везде, что связано с системой Адсорбера. В каждом современном автомобиле принцип работы этой системы похож. Но сама схема и расположение деталей существенно отличаются. Если вы спросите мне, в чем именно причина и какая деталь и в каком месте расположена, я сам не знаю. Существует огромное количество марок и года выпуска автомобилей. И знать все наизусть невозможно. Для поиска неисправностей мой вам совет. Например, у вас есть проблема на машине Mercedes. На портале Drive2.ru в поисковой форме набираем ключевик от Собер Mercedes и ищем. Вы получите огромное количество статей, где владельцы Mercedes рассказывают, как они решили проблему выхода воздуха из бензобака при открывании крышки. У некоторых в своем рассказе есть схемы и фотографии, где и как именно в Mercedes расположены детали системы Адсорбера. Если что непонятно, под статьей читайте комментарии, где можно получить хорошую информацию для решения проблемы. Или спрашивайте автора статьи, какой у вас вопрос. Бывает, иногда трубки Адсорбера и реклапана загрязняются. А иногда вспомогательные датчики выходят из строя, которые, например, установлены на некоторых машинах в бензобаке, чтобы блок управления автомобилем имел возможность контролировать разряжение в бензобаке. Но проблемы бывают разные. На моем машине Passat CC, чтобы добраться до деталей Адсорбера, нужно снять задное колесо, потом снять под крылок защитник. А на многих машинах, например, чтобы добраться до этой системы, нужно залезть под машину и искать около бензобака. Некоторые умельцы с одним махом решают эту проблему, сверлят и делают дырку на крышке. Но, конечно, это не решение проблемы. Сами подумайте, если такое допустимо, всем немецкие, японские и другие инженеры дураки и не смогли додуматься до этого. На самом деле, таким образом вы решаете проблему звука подсасывания при снятии крышки бензобака. А проблема остается, и ваш двигатель будет работать неправильно. Блок управления рассчитан таким образом, и там заложен алгоритм, в котором предусмотрена порция берзопара, который поступает через систему от Собера в цилиндрах. И, когда этот порция не хватает, двигатель начинает работать неправильно. Часто заметны троения, большой расход топлива и так далее. Ну, короче, думаю, тут все понятно. И давайте перейдем на следующий вопрос. Почему при открытии крышки бензобака всасывает воздух? То есть, тут противоположный процесс. Всасывание воздуха происходит обратно. Бак. Тут мы рассматривали такой случай, когда из-за разницы температуры или из-за того, что бензин в баке болтается, образуется пара бензина, и бензобак может раздуться. Многие бывают такие случаи, когда бензобак, наоборот, сужается. Например, вечером поставили машину в гараже, и ночью температура воздуха резко упала. Пары бензина в баке в это время сужаются. Соответственно, и бак сужается. Открываем крышку бензобака, и слышно пшиканье, звук засоса воздуха. Для того, чтобы этот не произошел, на крышках многих марок автомобилей монтируется обратный клапан. На значение такого клапана перекрыться отверстие, чтобы пары бензина не выходили на улице. Но, когда пары бензина сужаются, тогда и открывается этот клапан, и пропускает воздух в баке, чтобы уравновесить ставление внутри бака. На некоторых крышках вообще нет клапана, потому что клапан для обратного всасывания воздуха в баке предусмотрен в системе адсорбера, или другими инженерными решениями. И вот, поэтому важно хорошо знать и разобраться в системе для разных автомобилей, чтобы легко найти причину. Даже не все супермастера знают все эти секреты и хитрости. Конечно, они тоже не все машины знают наизусть, и когда приходит пациент, тогда они на месте изучают систему на данной машине и ищут неисправность. Если обратный клапан установлен на крышке без бака, тогда причину всасывания воздуха легко можно найти и устранить. Просто заменим крышку. Ну, а если принцип на данной машине другой и обратный клапан находится не в крышке, а вообще на другом месте, вот тогда придется попасть и поискать. В конце видео хочу временно попрощаться и ждите новое видео на канале. Просьба подписаться, нажать на колокольчик, делитесь и комментируйте. Спасибо всем за внимание.